Вот Шерван, ресторан в Ереване находится, это самое настоящее название Азербайджана. Ни Азербайджан, ни Кавказской Албании, потому что в Кавказской Албании жили кавказоязычные племена, это потомки, сейчас уже потомки тех албанов, это Удины, Лесгины, ну и прочие кавказоязычные, лесгиноязычные народы. А вот Шерван, это самое подходящее название сегодняшней страны, которая называется Азербайджанская Республика. Это, правда, тоже название не имеет отношения к тюркам, это иранцам имеет отношение, ну как и Азербайджан, но зато это исконное, потому что настоящий Азербайджан это южнее Аракса. Насколько все мы знаем, все научные другие, вся нормальная мировая история, Азербайджан южнее Аракса. А вот севернее Аракса, там где нынешний Азербайджан, это вот Шерван. И в Ереване есть такой ресторан с названием Шерван. Перед тем, как начать, хочу сделать небольшую такую афишу или анонс, как вам угодно. Итак, время есть 29 августа, 19.00, Ереван, улица Арами, 42, дробь 1. Приглашаю вас на мою презентацию, которая вот состоится по этому адресу. Обязательно приходите, презентация вот этой самой моей книги, записки странствующего армянина, там вы сможете и получить лично, может, какие-то у вас будут ко мне вопросы, естественно, получите ответы на них, автограф, естественно, тоже. Приобретете заодно книгу. Так что будете в Ереване, заходите на Огонек. Ну, а если вы далеко от Еревана, то правила, те же правила простые, вы можете получить эту книгу, если пройдетесь по ссылке, сделаете там все как написано, заполните вот эту вот анкету и вместе с оплаченным чеком отправите на электронный адрес, он тоже там имеется, и получите свой экземпляр. Если вы живете за пределами Российской Федерации, то можете написать на электронный адрес, как вам это сделать, вам обязательно ответят, и вы сделаете все так, как вам скажут, если, конечно, вам будет удобно. Ну, а теперь, да, кстати, в прошлый раз я немного пожурил тех, кто, скажем так, не совсем понимает, что антитопор нуждается в лайках, антитопор нуждается в подписках, антитопор нуждается в подпитке, в конце концов, так как он зарегистрирован на территории Российской Федерации, но вы сами знаете, что в Российской Федерации нынче и рекламы уже нет, поэтому нет никаких финансов с этого антитопору, а также в Российской Федерации тормозят YouTube, и тоже не все могут теперь смотреть. Поэтому, кроме вас, антитопору некому помочь. С миру по нитке, как говорите, если вам нравится контент, пожалуйста, кроме лайков, не забывайте тоже и про донаты. Все это имеется перед вами, или вот, значит, в описании этого самого выпуска, внизу можете тоже посмотреть карта Сбербанка, как продонатить. А можете просто подписаться на Patreon или Boosty, это будет за вас сделать уже сама система, раз в месяц там определенную сумму, на которую вы подпишетесь. Ну что ж, тема. Не кажется ли вам странным, что страна, которая вокруг себя видит свои бывшие территории, в данном случае Азербайджан, я имею в виду, конечно же, не имеет на своей признанной территории родных топонимов и гидронимов? В Азербайджане Дербент называют своей исторической территорией, Тбилиси называют своей территорией, всю Армению своей территорией, север Ирана. Но при всем этом отказываются от исконных своих родственников, ну, например, скажем, в Туркменистане, словно и не замечают их. Там, в Центральной Азии, куда больше тюркских топонимов, а еще больше на Алтае и Сибири, чем в рамках современной Азербайджанской республики. Хотите доказательств? Да запросто. Ставьте лайк, еще раз напоминаю, подписывайтесь на канал, и я продолжу. Если заглянуть на старейшие топонимы населенных пунктов Алтая, Урала, Сибири, то для многих азербайджанцев не нужен даже будет переводчик. Перевод всех этих местностей вполне они могут даже сами и перевести. Там, например, Учагаш, Тридерева, Еттыкуль, Семиозерья, Истикулили, Иссыкуль, да, Горячее озеро, Качканар, Лысый верблюд, Карасула, Беловодья, ну и так далее. Эти все наименования на Урале, на Урале, на Алтае, в Сибири, не поверите, все это не на территории Азербайджана. Понимаете, это очень далеко от Азербайджана. А такие республики, как Башкортостан, например, само название республики Баш-Орт, главный волк, вожак волчьей стаи, видимо, боскуртов. Кыргызстан, Кыргыз, 40 девушек на киргизском языке, из киргизского эпоса Манас. Казахстан, как они говорят, Казахстан, Казак, белые лебеди, белый гусь. Кызыл, город Кызыл, столица Тувы, красный переводится. На азербайджанском это золото, да, Кызыл, кормозы там красные. А вот на исконном тюркском все-таки Кызыл красный. Все это далеко от закавказского региона, еще раз повторю, в частности, от Азербайджана. Но азербайджанцы без моего перевода, конечно же, поняли уже значение. И это я переводил не для них, конечно же, а для вас, для тех, кто не говорит и не знаком с тюркскими языками. Так что эти топонимы, значение этих топонимов они поняли. Вот, наверное, армяне очень бы удивились, если бы, скажем, в Индии были бы такие названия населенных пунктов, как, скажем, Баквицвотшхар, Спитакаджур или Шантра, или русские бы на Индиву дались географическим названием Черновцы или Березоньки вдоль реки Лимпопо в Южной Африке. Но азербайджанцы не удивляются тому, что на их родном языке звучат топонимы на далеком Алтае, при том, что в самом их Азербайджане название страны имеет не тюркские, а иранские корни, как и все древнейшие географические названия вообще их страны. Тоже не тюркские. Сердце страны Абшуронский полуостров. Тот полуостров, где расположена столица Азербайджана. Давайте заглянем сначала на Абшуронский полуостров, где расположена сама эта столица, имеющая также ираноязычное происхождение, которое именовалось Бакубе, что в переводе ветреный. Да что там Баку? Само существительное столица отсутствует в азербайджанском языке. Вы представляете? В азербайджанском языке нет слова столица. По-азербайджански столица Пайтахт. От иранского Пойтахт. На старом Фарси Пайтахт это центр. Но с принятием ислама термин центр перенят уже с арабского марказ или маркази. А Пайтахт стал столицей. Азербайджанцы же просто переняли. Ну не было у них досили столиц. Откуда им знать, что это такое? Где юрту поставили, там и, как говорится, она юрту. Вот у армян столица Майракак. Матерьград переводится, да? По-русски столица от старославянского Стольныйград. Стол, за которым царь восседает. Вот отсюда столица, столица. На английском, французском Capital. Капитай от латинского капут. Голова главный. Не путать сельхам капут. По-гречески кефалио, тоже от глава главный. А у азербайджанцев все, как всегда, перенято. И главное, у иранских народностей. Удивляюсь только, как при этом талыши не являются основным народом Азербайджана. Хотя они как раз таки и есть иранский народ. Ведь все важные слова, перенятые азербайджанцами, именно у них, у талышей, так же и у татов, что тоже ираноязычные были. Что я сейчас очень сомневаюсь, что таты вообще остались. Их в основе своем азербайджанизировали. Это как раз таки коренные жители Абширонского полуострова. Вся старейшая топонимика Абширонского полуострова имеет ираноязычные названия. Вот конкретно как раз таки татские. Таты ираноязычный народ и старейшие жители Абширона. Начиная с самого Абширона, который переводится с татского как соленая вода. Аб. Вода. Шерон. Соленый. Если заглянуть вглубь Абширонского полуострова, то мы увидим массу старейших населенных пунктов, имеющих тоже ираноязычные татские названия. Это Новхана, что в переводе новый дом, новое жилище. Гов саны, храм коровы. Гов корова саны, храм. Бузовна, бычий, буз бык. Маштага, место маждака. Ахурамазды имеется ввиду. Это языческий бог иранцев. Что уже подсказывает, что к тюркам не имеет отношения этот полуостров. Или город Баку. Мордакан от татского Мордак, мужчина. Далее Рамана, Загульба, где вот недавно принимал у себя в гостях Алиев Путина в Загульбе резиденции. Забрад, Хордалан, Сурахане, Балахане. Все иранское. Все они основаны в древние времена, имеют ираноязычные корни и несут в себе название зороастрийских богов, месяцев, дней и прочего. Следующий пласт топонимов Абширонского полуострова был уже арабский. Ислам с арабским халифатом наложил в регион наименование уже арабского происхождения. А вместе с ними еще один иранский пласт. Например, в 11-12 веках на Абшироне стали возникать географические объекты. Тюркские топонимы на территории Абширонского полуострова, если и есть, заметьте, то они возникли за последние 200-300 лет. Однако их на полуострове абсолютно незначительное количество. В связи с тем, что тюрки современного Азербайджана, хоть и переселились с севернее Аракса в 15-16 веках на постоянное место жительства, тем не менее до 19 века основой ареала их обитания были все-таки Кура-Араксинская низменность и вся Муганская степь. Ну не лезь же тюркам в горы куда-то. Они в основном размещались в степях. Надо же кормить скот. Поэтому азербайджанские и тюркские топонимы на Абшироне можно сосчитать буквально на пальцев. Бюйкшор, Сабунчи, Карачухур, Гюняшли, Кишлы. Ну и еще несколько географических объектов, возникших за последние 200 лет. Ну а то и может быть и меньше даже. Ну и конец, самые поздние времена, уже годы Российской империи и советской власти. В это время на Абшироне возникли хорошо знакомые русскому слуху Монтина, Фиолетова, Разина, Серебровского, Черный город. Вывод. Когда вы укажете на индийские топонимы в Армении или наоборот армянские топонимы в Индии, где будут присутствовать армянские именования, тогда и будет вам нести ахинею про армян, якобы выходцев из Индии. Пока что в Индии видим Гейдарабад, он же Хайдарабад, и ни одного Никола Кагака или Сержапура. Зато на бескрайних равнинах в возвышенностях Алтая и Сибири масса названий азербайджанских, вернее тюркских. Вот и делайте вывод, кто в Закавказье пришлый, а кто коренной. Вот и делайте.